Девушки отдыхают Девушка громко плакала. Отец малышки уверен, что органы опеки перестраховались, боятся потерять свои места. Но как объяснить тот факт, что в этой же семье от голода и истощения уже умер один ребенок? Мы скоро распишемся. Никогда чужой мужик не даст того, что может дать родной отец родному сыну. Дети пешки в играх взрослых. Ими шантажируют, через них выманивают деньги. А иногда их используют для того, чтобы заманить в постель бывшую жену. У нас потолки почернили даже в квартире. Чушь собачья, чушь собачья. Да на вас из святой водой брызгать, вы зашипите. Черная магия, коты, колдуны, зловещие снадобья. Нет, это не фильм ужасов. Это жизнь соседей, чьи судьбы переплелись в одно разбирательство в суде. Истец Геннадий Карманов просит отменить решение органов опеки и освободить опекуна от своих обязанностей, а также вернуть ребенка на воспитание отцу. Ответчик, представитель органов опеки и попечительства, иск не признает. Слышается дело Карманова Геннадия Петровича с исковыми требованиями об отмене решений органов опеки и попечительства, которым отказано в освобождении опекуна от исполнения им обязанностей опекуна в отношении малолетней дочери истца и возвращения ребенка на воспитание отца. Ответчиком у нас является представитель органов опеки и попечительства. Также у нас в качестве третьего лица выступает Якушина Ольга Ивановна. Вы являетесь сейчас опекуном ребенком. Да, пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования. Ваша честь, я человек пожилой, я от жизни ничего не требую, только одного – взять на руки свою родную дочь и сказать ей «Здравствуй, доченька». Мне в этом отказывают, и я пока не понимаю, почему. У нас с женой несовершеннолетняя дочь Виктория Карманова. Ей недавно исполнилось три года. Ее отняли, когда я был на заработках. У меня вахтенный метод, полгода работаю, месяц дома. И вот когда меня не было, пришли, отобрали, жену ограничили в родительских правах. Я когда узнал, что родную кровиночку отдают в чужие руки, я сорвался, запил, выгнали с работы. Мы не были женаты с женой, мы сразу подали заявление, нас расписали. Я установил… Признали. Да, признал как отец. Теперь я на законных основаниях законный отец Виктории. И мне не могут отказать, потому что перед законом я чист. Так, ну давайте мне о свидетельстве о рожжении. Вот, все здесь. А что у вас еще есть? О заключении брака, об установлении отцовства и свидетельство о рожжении Виктории. Так. Пожалуйста, только на опеке. Сказочник просто, ваше честь, извиняюсь за отступление. Органы опеки отказали ИСУ аргументированно. Все дело в том, что когда соседи узнали, что этот вот гражданин хочет вернуть себе дочь, написали коллективное письмо. 50 подписей, ваша честь. Они все против того, чтобы девочка возвращалась в эту семью. А все почему? Потому что мать Виктории, Елена, уже была осуждена за убийство дочери. Она отсидела свою честь. Не надо меня перебивать. Эта история произошла 9 лет назад. 9-месячная малышка весила всего 3 600. И умерла она от голода и переохлаждения, ваша честь. Тогда практически весь состав органов опеки уволили за халатность. Не прекратите меня перебивать. Истец, истец. И глава администрации выговора получил. Но не в этом дело. Женщина была осуждена. В местах лишения свободы она родила мальчика. Которого там же и оставила. Потому что ребенок родился инвалидом. И она его там, когда освободилась, оставила в доме малютки. Вспомнили инвалида. Инвалидом стал-то он потому, что там так принимали роль. Да вы помолчите, наконец. Истец. В дальнейшем, когда 3 года назад родилась у этой неблагополучной мамаши дочка Виктория, она находилась под контролем органов опеки. Мы не можем допустить опять такое отношение к ребенку. И когда в один момент соседи позвонили нам, что ребенок надрывается, там один кричит в доме, у них частный дом, мы немедленно выехали. Стучали, стучали. Никто дверь не открывал. У всех ребенок кричит. Пришлось дверь ломать. И что мы обнаружили? Это злополучная мамаша Елена спит в пьяном угаре. Ребенок доел последней объедки и рыдает от голода, Ваша честь. Естественно, мы ребенка изъяли. А затем мы передали ее опекунам. Очень хорошие люди, добропорядочная семья. И тут через год появляется новоявленный папаша. Я не новоявленный, я законный отец. Не надо меня перебивать. Мы решили все-таки на его просьбу ответить. Проверили. Жилищные условия. Ничего не изменилось. Пустые бутылки. По словам соседей, те же драки. Мало того, он очень скандальный гражданин. Как напьется, гоняется с поленом за женой. И он еще хочет воспитывать ребенка. Ваша честь, как можно вернуть девочку в такую семью? Мало того, что мать ограничена в родительских правах, и папаша такого поведения. Зачем калечить жизнь ребенку? Она с голода хоть опекунов... Вот у меня, пожалуйста, опекунов, расскажите. Прошу прощения, а где ваша супруга-то? Моя супруга прошла лечение от алкоголизма, собирает документы, чтобы ей вернули. Почему она не пришла в суд? Потому что она собирает документы, чтобы ей вернули. Давно собирает? Ну как, ну как, вот я вернулся, нас зарегистрировали. Это сколько уже по времени? Ну вот я два месяца с опекой не могу. Я бьюсь, что одну бумагу принеси, то другую. Почему ваша жена не пришла в суд? Потому что ей не был нужен первый ребенок, ей не был нужен второй ребенок, и третий ребенок ей тоже не нужен. Это неправда. Пожалуйста, я вас слушаю. Я считаю, что этому человеку отдавать ребенка нельзя ни в коем случае. Об этой семье нам в свое время рассказали волонтеры. Когда я пришла в дом малютки, на девочку невозможно было смотреть. Она была как затравленный зверек. В своем возрасте она не умела ни разговаривать, ни ходить. Выдумки все это. Вот у меня есть медицинские справки. Простите, пожалуйста, вы можете это доказать, что это выдумки? Она может доказать? Да, конечно, конечно. Вот у меня справки есть. Там столько было диагнозов у ребенка. И дистрофия, и рахит. Никто ребенком не занимался. Ребенок был запущенный. Просто до нельзя. А вот сейчас год она живет у нас. И вы знаете, она и бегает уже, и разговаривает полными предложениями. Мы наняли врачей. Она посещает отдельно психолога. Она посещает логопеда. У нее... Вы бы... Отец бы видел, вы ей ни фруктов не давали, ничего. Она первый раз игрушку у нас увидела. Она хоть наконец-то поела хорошо. А то объедками питалась. Мы это заставили. Я хочу, чтобы вы просто поняли сейчас всю сложность ситуации. Пройдет какой-то период времени, и это может стать известно ребенку. Обязательно кто-нибудь из соседей сейчас что-нибудь расскажет по доброте душевной. Она сейчас вас мамой называет? Да, конечно. Она уже фактически год живет у нас в семье. Она их не помнит. Его она вообще никогда не видела. Вот как сейчас ее из прекрасной, сытой, благополучной семьи забрать, и опять отдать вот в те условия. Мне ваше заключение и документы, выпуски из истории болезни... И письмо вот тут коллективное. Вопрос. Истец, скажите, пожалуйста, в тот момент, когда вы написали заявление о том, что вы признаете себя отцом ребенка. Какую материальную помощь в содержании девочки вы оказывали? Да я все, что зарабатывал, все привозил, Ленке. Куда? В дом. В дом. А скажите тогда, поясните, пожалуйста, почему у ребенка в момент отобрания официально поставлен диагноз истощение дистрофии? Ну, я не знаю, я в этот момент отсутствовал. Как раз зарабатывал. Вы юридически стали отцом. Следовательно, у вас появились все права и обязанности родителя по отношению к ребенку. Вот я вас спрашиваю, как вы исполняли свои обязанности? Мы, когда я получил права на ребенка, когда я их установил, и когда нас зарегистрировали, ребенок был отнят. И вы, как родитель, прижли к опекуну и сказали, нужно ли мне вам как-то материально помочь? Сколько денег мне надо давать на ребенка? Как я буду им помогать, если мне должны вернуть ребенка, и мне ребенка нужно будет кормить? Зачем же я эти деньги буду отдавать им? На период времени это ваша обязанность. Вы родитель, не лишенный родительских прав. Даже маму и папу лишенных родительских прав, это не означает, что они не платят алименты. Почему вы не платите деньги на содержание ребенка? Это ваша обязанность. Я занимался документами. Я просто, наверное, руки не дошли. Руки не дошли у вас, да, понятно? Ну, так получается. Сейчас ваша жена где работает? Моя жена не работает. Не работает. А как давно не работает? Никогда. Давно не работает. Давно это полгода, год два. Как вышло из тюрьмы, так и не работает. Как вышло, так и не работает. В тюрьме варежки шило. Так, а ребенок, который, к сожалению, инвалидом родился в местах лишения свободы, это чей ребенок? Наш ребенок. Ваш? А как ему жить в нашей деревне, где сто километров до ближайшей больницы? Скажите, пожалуйста. Кто ему массаж будет делать? А вы вообще знаете, где сейчас находится ребенок? Нет. Так, суд удаляется для принятия решения. Далее в программе. Мы скоро распишемся. Никогда чужой мужик не даст того, что может дать родной отец. Родному сыну. Мужчина придумал отличный способ обеспечить себя порядком в доме, горячими обедами и женской лаской после развода. Именно для этого он решил оставить у себя одного из четырех детей, понимая, что мать прибежит к сыну, как миленькая. Такая аура, прям чувство, негативная аура, вот прямо с той стороны идет, вот прямо это чувство сразу. Галина, надо духами пользоваться, чтобы не чувствовать. Когда ребенок чувствует, что его ненавидят, ему снятся кошмары. Родители обвиняют в этом соседку. А в чем реальная причина страданий малыша, решит суд. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования ИСА, возражения ответчиков по заявленным исковым требованиям, заслушав третье лицо в порядке рассмотрения административного иска, поскольку данная категория дел сейчас включена в кодекс по административным правонарушениям и рассматривается в качестве административного иска. Обжалуемое решение органов опеки и попечительства, которым ИСЦУ отказано в освобождении опекуна от обязанности опекуна в отношении трехлетней дочери и возврате девочки ИСЦУ, суд не отменяет и оставляет в силе указанное решение органов опеки и попечительства. Суд не отменяет обжалуемое ИСЦУ решение, потому что освобождение опекуна от его обязанности и возврат трехлетней девочки отцу не отвечает интересам ребенка. Истец, недавно установивший свое отцовство в отношении ребенка, имеет склонность к употреблению алкоголем, проживает совместно с матерью девочки, у которой ребенок первоначально был отобран, так как оставление девочки с матерью было опасно, а затем, я думаю, что, скорее всего, грядет, конечно, и лишение мамы родительских прав. Да, мы готовим уже. В настоящее время мама не подала какого-либо заявления об отмене ограничения в родительских правах, поэтому суд исходит из того, что мама свое отношение к воспитанию, принятию участия в воспитании ребенка не изменила. Кроме того, суд установил, что опекуны выполняют надлежащие свои обязанности, обеспечивают девочку ходом лечения, занимаются ее развитием, заботятся о ее содержании. И благодаря этому суд считает, что для девочки на самом деле созданы наиболее благоприятные и необходимые условия для проживания. Истец от ВИЧ, суд огласил свое решение, дело закрыто. Решение суда В иске отказать Это произвол. Отнимают у родителей детей, а потом чужим людям за это зарплату платят. В настоящее время органы опеки готовят документы для лишения отца и матери Вики родительских прав. Надеемся, девочка обретет свое счастье в семье опекунов. А мы за этим проследим. Судья Елена Дмитриева Я не могу сказать, что я не мать, и не женщина, но вынуждена вам сказать, я судья. В новом проекте «Битва за будущее» Прям ко мне идет ребенок. Давайте с вами знакомиться, как вас зовут. Взрослые не в счет. В усах семейных там по колено, я не знаю, ходите. Да я тебя сейчас задрушил. Я тебя ходит, я подержу свои. Теперь только дети. Они – наше будущее. Ваша честь. Простите, пожалуйста, Михаил. Вы знаете, в суде, к сожалению, не все себя ведут прилично. Нет проблем, в вашей честь. Законодатели в растерянности. Но судья Дмитриева знает, что делать. Органов опеки, адресы, быстро наряд милиции высылают. Она защитит детей от безумия родителей. Спасибо, ваша честь. Спасибо. Будьте внимательны. От этого зависит жизнь ваших детей. Бессовестный ты, мальчик. Я тебе сейчас ложечку отверчу. Истец Виталий Зацепин просит определить место жительства сына. Ответчик Анна Зацепина иск не признает. Слушается дело Зацепина Виталия Вячеславовича с исковыми требованиями об определении места жительства ребенка совместно с ИСОМ. Ответчиком у нас является Зацепина Анна Михайловна. И у нас присутствуют представители органов опеки и попечительства. Так, пожалуйста, истец, опаснуйте ваши исковые требования. Я хочу, чтобы мой родной сын Иван жил со мной. То есть, чтобы вы определили место жительства моего сына у меня. Значит, я считаю, что моя жена, теперь уже бывшая жена, Анна Михайловна, меня некрасиво предала. Мы жили 13 лет, трое детей. Сами понимаете, дети без любви не бывают. Вот, любовь была неземная. Да уж, как и правда неземная. Я надеялся до самого, ну, до последнего момента, что все-таки между нами произойдет примирение. Да жить нормально было, а не разводиться тогда примиряться. Еще раз после развода. Дети потому что со мной жили. Какой иск? Ему и не нужны дети были. Сейчас потребовался ребенок ваша честь. Вот в этом причина. Значит так, я считаю, что лучше родного отца, мальчика, которому уже, ему 8 лет, вот уже там, юбка матери, титька не требуется. Это нормальный взрослый пацан. Ему нужно мужское воспитание, воспитание родного отца, а не какого-то там дядьки, фермера, которого она нашла. Виталий, ну что ты ему можешь дать? Ты бесхребетная личность. Ты ничего не можешь. Сидишь дома, с конворды разгадываешь. Ему настоящая сильная мужская рука нужна, как у моего нового мужа и моя мама. Мама ему нужна, братья и сестры, а не ты. Так, в отличие от Анны Михайловны, у меня есть квартира. Однушка от мамы осталась. Есть пенсия военная, достаточная, не меньше, чем ее заработок предыдущий. Пенсия, еще посмотрим, какая тебе останется пенсия. Не пью, не курю. Пускай девочки остаются с ней. Девочке, значит, 5 лет и 9 лет. Люба и Катя, пожалуйста. Но парень должен расти с отцом. Со мной он будет расти, а не с отцом. Ну, я так не считаю, ему будет лучше с отцом. И я думаю, что это будет понятно. Но до сегодняшнего момента, поскольку при расторжении брака спора о том, где будут проживать дети, у вас не было. То есть вы молчаливо согласились с каждой из родителей, что дети будут проживать с мамой. И мама до этого момента справлялась с воспитанием троих детей. Сейчас-то что случилось? Случилось то, что нас развели. Я был уверен, что этого не будет. У нее просто крыша поехала. А кто был инициатором расторжения брака? Ну, я была инициатором. Устала терпеть, Ваша честь. Такого слюнтяя. Сама ты слюнтяя, наверное. Извините, пожалуйста. Ну, расскажите, как не стали терпеть. Ваша честь. Ему ребенок-то на самом деле и не нужен. Мы месяц официально разведены, а на самом деле уже год не живем. Дети все этот год жили со мной на съемной квартире. Я ушла на съемную квартиру от него. Он даже ни слова не сказал, уходи, пожалуйста, жена из своей однокомнатной квартиры, из моей, лишь бы на глаза не попадались. Вот. Ходил ко мне постоянно раз в неделю. Ходил, ходил, говорит, приходи ко мне, убирайся. Мы официально не разведены. Ты обязана у меня убираться. Убираться? Убираться? Да, да, да. Ну, Ваша честь, ну вот он такой заболтает любого. Обаятельно, шутками. Мы были муж и жена. Развели только месяц назад. Я подчеркиваю. Ну, почему она должна приходить к вам убираться? У вас что, рук, что ли, нет убраться самому? Ну, как? Ну, как? Это ее квартира, она моя жена, законная. Ну, если это квартира вашей жены, почему она там не живет? А вот давайте спросим у нее. Давайте спросим. Да, вот, Ваша честь, расскажу, как мы жили. Он ведь, я еще добавлю, он ведь не только убираться-то на самом деле ему надо. Ему надо, чтобы в постели я с ним лежала. Уж простите, по-женски вам правду скажу. Надо, чтобы вот раз в неделю обязательно не пускают. Ребенка с продленки надо, Ваню забирай, 8 лет. А он говорит, лежи со мной. А то, что у нее в это время были налево всегда, то один кобель, то другой. А теперь вот этот фермер, которым она открыта, на моих глазах, просто перестала стесняться. Сначала ходила, все, и не скрывала, что он у нее есть. А потом забрала еще и детей. Вот врать-то язык-то без костей мелет, на самом деле врет он все. Когда вот у меня одна работа, вторая работа, я в школе полы мою, продавщицей работала, в столовой полы мыла, трое детей, какие мне любовники. Вот только не надо меня этим попрекать. Ты прекрасно знаешь, что у меня были командировки в горячей точке. А сейчас давайте о фермере поговорим. Ну вот, мы разведены официально месяц назад. У нас есть свидетельство о разводе. Мне мужчина повстречался, хороший фермер у нас такой вот есть. Мы с ним жить вместе стали. У него своя двоих детей, взрослых, работники, большое хозяйство. Работаю я у него. И дети вместе живем в двухэтажном доме. Мы вместе живем. Вот у нас даже уже совместные фотографии есть. Вот, даже фотографию я принесла. Вот, между прочим. И кольцо он мне подарил. Короче, там на метр по человеку в этом коттедже. Ну, почему? Если это... Потому что их там восемь, да? А у вас сколько? Однокомнатная квартира 30 метров. У меня однокомнатная квартира. Вся моя. И где я хочу жить, проживать с Иваном. Вот. А муж мой новый будущий. Мы заявление в ЗАГС подали. Вот я вам сейчас покажу. Вот заявление в ЗАГС. Мы скоро распишемся. Никогда чужой мужик не даст того, что может дать родной отец. Родному сыну. Ну, Ваша честь, вот если бы он хотел родному сыну что-то дать, он бы своим двум детям от предыдущих браков что-то дал. У него до меня две жены было. Он ушел. Не надо. От второй жены двухлетним ребенком оставил ее, ушел. Она заболела. Вообще у вас в целом сколько детей? Ну, вот двое от предыдущих. Подождите, отвечу. Детей-то сколько в целом? Ну, официально. Ну, получается пять. Двумя предыдущими вы занимались воспитанием? Нет, они... Короче, все одинаковые. Ой, извините, пожалуйста. Все одинаковые женщины. На самом-то... Налево они ходили все, да. Все в смысле? Я уходил от них, да. То есть две предыдущие жены и опять... Я предпочитаю честность в супружеских отношениях, вот, что своей жизнью просто это... Ну, это все подтвердят. Вот, я честен, да. Вот, жена, да, я от нее требовал супружеского долга. Я не скрываю. А что тут не закрываю? Там уже жены с детьми не уходят. Ваша честь. Ребенок, знаете, ему зачем потребовался? Не нужен был целый месяц, а потребовался, если 13 лет в браке не требовался, чтобы я к нему ходила, так же вот продолжала, убиралась. Я же материнское сердце. Оставлю разве ребенка в квартире неубранной, грязной, неухоженной. Конечно, и поесть принесу с готовой. А еще, наверное, и в постель меня будет тащить. А какая постель? Я за нового мужчину... Ты будешь ходить к ребенку. Понятно? Врет он все. То есть, естественно, вы не отрицаете того обстоятельства, что... Да, потому что она родная мать Ивана. Пожалуйста, органы опеки. Ваша честь, изучив все обстоятельства дела, органы опеки выступили все-таки на стороне истца. Мы исходили из того, что у истца есть отдельная квартира, то есть он обеспечен жилплощадью. Также он получает военную пенсию около 30 тысяч и, как он уже сказал, собирается работать охранником. Даже если он 13 лет собирался... Подождите, отвечу. Не надо перебивать. А вот у ответчицы, она создала, работает индивидуальным предпринимателем, заработок у нее не постоянный, то 30, то 40. Ей иногда приходится даже вот просроченные продуктами кормить своих детей. Это фальш неправда. Не надо. Мы все обстоятельства... Это как вы установили? Мы с детьми поговорили. И прям дети такие просвещенные у нас. Нет, зачем? Мы когда обследовали жилищные условия, так же, как она говорит, будущего мужа, где она собирается жить. Своего жилья у нее нет. Она переселилась к будущему, так сказать, мужу. У будущего мужа, вот этот вот коттедж, там всего шесть комнат. Сколько? Шесть. Всего шесть. Двести квадратных метров. Так, подождите. На эти шесть комнат приходится два его взрослых сына, 18 и 20 лет, сам этот будущий муж. Трое детей, отведчицы, она сама и еще 15-летний сын от предыдущего брака истца. И вся вот эта вот орава на один теремок. Там даже... А почему еще сына от предыдущего брака истца? Это кто? В общем, вторая жена моего небутевого бывшего мужа заболела. Ребенка решила мужу отдать, не может справляться. Он стал наркоманом. Переходный возраст, сложности, проблемы. Она одинокая женщина, больная, не смогла. Муж говорит, на тебе моего сына тоже, попробуй его от наркомании вылечить, а я сканворды свои буду разгадывать. Пришлось мне усилия все предпринять, с мальчиком побеседовать, к психологу сводить. Избавили мы, слава богу, от этой напастиву. Теперь он излечился от наркотиков и с нами живет. Он так со мной захотел жить, говорит, тетя Аня, только с тобой буду жить, а папа вообще. Такого Иван должен быть со мной? А старший-то 15-летний не должен быть с вами? Его растила жена моя, предыдущая, женщина. Суд удаляется для принятия решений. Они удерживают силу. Прошу всех встать. Далее в программе. У нас потолки почернели даже в квартире. Чушь собачья, чушь собачья. Да на вас святой водой брызгнуть, вы зашипитесь. Черная магия, коты, колдуны, зловещие снадобья. Нет, это не фильм ужасов. Это жизнь соседей, чьи судьбы переплелись в одно разбирательство в суде. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заложив исковые требования истца, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, приобщив к материалу дела заключение органов опеки и попечительства, в заявленных исковых требованиях истца отказывает. Суд не удовлетворяет заявленные исковые требования об определении места жительства ребенка по месту жительства отца, в связи с тем, что суду не предоставлено достаточных доказательств того, что ответчик не справляется с воспитанием ребенка. При разбирательстве данного дела судом установлено, что несовершеннолетний ребенок проживает с ответчиком, имеет достаточно нормальный контакт как со своими родными сестрами, так и с детьми вашего будущего мужа. Конфликтных взаимоотношений не наблюдается. Суд не может согласиться с мнением органов опеки и попечительства, что по месту жительства ответчика на сегодняшний день созданы неблагоприятные условия, поскольку суд оценивает даже количественное состав семьи и метраж, который есть в этом доме, с однокомнатной квартирой, которая есть истца. Кроме того, суду не представлено достаточных обоснований того, по каким причинам истец не занимается воспитанием ребенка от предыдущего брака, настаивая на определение места жительства вашего общего ребенка по месту жительства истца. При данных условиях суд, исходя исключительно из интересов ребенка, считает невозможным пока отсоединение его от остальных членов семьи, поскольку у суда, по крайней мере, позиция истца не вызвала, я бы сказала так, знаете, ваша позиция не вызвала у меня доверия, что вы будете заниматься воспитанием ваших несовершеннолетних дочерей, поскольку эту обязанность вы возлагаете непосредственно на вашу бывшую супругу, считая, что у вас существует обязанность только в отношении мальчика. Но, в общем, есть разница между тем, что истец будет содержать одного ребенка, а ответчик будет содержать шестерых детей. Вот поскольку ответчик со своим будущим супругом справляется с содержанием шестерых детей, так как могут, но справляются, я считаю, что предпочтительно и в интересах ребенка, чтобы ребенок проживал с ответчиком. Ответчик истец в суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать! Решение суда В иске отказать Я повторюсь, сына должен воспитывать родной отец, и именно отец и родного сына. Я воспитаю Ивана настоящим мужчиной. Я так рада, что Ванечка со мной жить будет. Нельзя семью разбивать. Мы сейчас живем счастливо, а будем еще лучше. Я очень счастлива и довольна. Судья Елена Дмитриева Я не могу сказать, что я ни мать, и ни женщина, но вынуждена вам сказать, я судья. В новом проекте «Битва за будущее» Прям ко мне идет ребенок. Давайте с вами знакомиться, как вас зовут. Взрослые не в счет. В тусах семейных, там по колено, я не знаю, ходят. Да я тебя сейчас затрушу. Я вот так вынес, капоти твои! Теперь только дети. Они – наше будущее. Ваша честь. Простите, пожалуйста, Михаил. Вы знаете, в суде, к сожалению, не все себя ведут прилично. Не с проблем, мужики. Законодатели в растерянности. Но судья Дмитриева знает, что делать. Органов опеки, адресы, быстро наряд милиции высылают. Она защитит детей от безумия родителей. Спасибо, Ваша честь. Спасибо. Будьте внимательны. От этого зависит жизнь ваших детей. Бессовестный ты, мальчик. Я тебе сейчас ложечку отверчу. Истец Борис Горинский предъявляет иск о компенсации вреда здоровью его сына. Ответчик Антонина Шаповалова с иском не согласна. И считает, что семья истца сама довела ребенка до плачевного состояния. Итак, пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования. Ваша честь. Дело в том, что я действительно требую, чтобы наши ответчицы наконец взыскали эту сумму 50 тысяч рублей. Потому что я уверен, что именно благодаря ее стараниям, в кавычках, мой сын понес большой вред здоровью. У него сейчас хроническая бессонница, хроническое нарушение сна и невроз. Сумма, которую я требую в иске, она взята не случайно, не из головы. Мы делали важную процедуру, которая называется полисомнография, где специалисты-сомнологи изучают сны. И по результатам анализа специалисты-сомнологи действительно подтвердили, что у моего сына большие проблемы со сном и у него невроз. Вот. А вся история, собственно, началась с того, что случилось на нашем балконе. У нашей уважаемой ответчицы есть замечательный кот. И как-то раз мой сын Стасик, он играл на балконе, и совершенно случайно, резко, неожиданно выскочил кот соседский и ее соседский кот. А он, я прошу прощения, очень страшный, потому что у него нет одного уха. Да, конечно. И он выскочил на моего сына. Сынишка его как-то случайно толкнул. Вот. Он упал, что-то повредил себе. На следующую ночь мы все спали всей семьей, и я услышал из комнаты сына крики какие-то. Я прибежал туда, и сын мне говорит, папа, меня какая-то тетя душит. И, к сожалению, это повторилось на следующую ночь и на последующую ночь. То есть каждую ночь он плохо спал, ему с ней здесь кошмары, кричал, с утра его тошнило. Но так как у нас вроде как тогда еще более-менее отношения с Антониной поддерживались, я обратился к ней, потому что она вроде как травница. Всегда обращался к Борису. Ну и в этот раз обратился. Вот. Обратился к ней и попросил сделать какую-то успокаивающую настойку или там успокаивающий сбор травиной, чтобы моего сына как-то немножко привести в хорошее состояние. Но после приема ее травок... Конечно. ...ничего, к сожалению, не вышло. Вот. Я позвонил сразу маме своей. Когда она спросила, чем пробовали лечить, я сказал, что я взял настойку у нашей соседки. Да. Вот. Она сразу закричала, заволновалась. Ни в коем случае больше не пои, потому что, скорее всего, она туда вот на настойку что-то подмешала. Конечно. Да. Собрала. Вот. Через некоторое время я пришел в гости к маме, потому что она посоветовала мне вылить воск на испуг. Что сделать еще раз? Вылить воск на испуг. Это такая процедура, когда в прозрачную чашу с водой выливают воск и на конкретного человека показывают этот воск формой, чего этот человек боится, в чем причина его страхов. По итогу появился этот замечательный кот на воске. Я хочу приложить к делу фотографии. Смотрите, я так хочу себе просто представить. Там решение, решение суда. Из том представленной фотографии гадания на воске, воск показал кота, поэтому... Ты серьезно, что ли? Ваша честь, можно поясню? Я понимаю, что это смешно звучит, но мы на хрустальном шаре тоже проверили. И все немножко то же самое. Я извиняюсь, может быть, это действительно правда немножко странно звучит. Но так или иначе, во-первых, вред это то, что постоянно нашего сына чем-то пыталась опоить. Вы же сами обратились. Мистика оккультная. Ну, вы же сами обратились. Я понимаю, просто я уверен, что именно благодаря ее действиям, вредным для здоровья моего сына ему, сейчас он в таком состоянии находится. Как бред, в чем конкретно выразился? У него невроз, у него натуральное расстройство сна, он не может спать. 50 тысяч, как вы посчитали? У меня есть чек из той лаборатории. То есть это стоимость анализа? Это стоимость этого анализа. Через судебного пристава. Передайте, пожалуйста. Так, пожалуйста, ответчик, вам смысл исковых требований понятен? Понятен. Ваша честь. Я Шаповалова Антонина Николаевна, вот сразу просто так разнервничалась. Такую нелепость несет вот мой сосед Борис Горинский. Но, не знаю, билиберда какая-то. Это просто я. Поэтому, простите, я вообще-то не ведьма, не колдунья никакая, чтобы вот вред ребенку причинять. Я фельдшер по образованию. Я окончила медучилище, фельдшерское отделение. Много лет работала в обычной больнице фельдшером, потом медсестрой. Потом ведьмой решили стать. Нет. Я увлекалась травами всегда, собирала их, да. Потому что я верю в травы и знаю действия их на человеческий организм, еще будучи работая в больнице. А когда вышла на пенсию в 2000 году, решила уже как бы заняться, ну, с пользой тоже для кошелька семейного. Прошла специализацию, закончила курсы расширенные по фитотерапии, получила лицензию, оформила действующую на право ведения частной деятельности. И соседи, надо сказать, вот, ну, стараюсь как-то безвозмездно даже оказать какую-то помощь. Только здоровье соседям портите, да? Маленьким детям. Борис всегда оказывал помощь и травой, и советами, всегда. Спасибо. Вот. И рада была Бориса, когда он женился. Взял женщину с ребенком, и я была рада, что в его доме зазвучит детский смех. Вот. И Ирина была прекрасная жена, и сейчас она хорошая жена. И Стас, мальчик прекрасный. Где-то месяца четыре назад вот обратила внимание, просто обратила внимание, что мальчик вздрагивает, когда видит меня вот на лестничной площадке. Я подумала, что что-то, может быть, ну, как кто-то напугал, а тут и Борис подошел. Вот мальчик плохо спит, Стас, дайте какую-то траву там, допустим. Ну, вот понятно, почему вздрагивает, да? Я приготовила сбор. Кто причина его страхов, да? Я приготовила лечебный сбор, как это положено. Нас учили вести документацию правильную, делать сборы с учетом детского возраста. Все по граммам. Это обычная ромашка, пустырник и валерьяна. Там ничего такого сложного. И я даже сама, мне кажется, потому что у меня был такой разговор, посоветовала к сомнологу обратиться, Борису. Дайте мне, пожалуйста, ваши сертификаты, подтверждающие право заниматься этой деятельностью. Это мой диплом об образовании. Ведьмам дают сертификаты нынче. Я занимаюсь только тем, что я знаю прекрасно. И я никогда не противопоставляю себя. Медицине традиционной не противопоставляю. И всегда своих, допустим, пациентов прошу посоветоваться, если мне что-то непонятно, со своим лечащим врачом, если есть какая-то аллергия, хроническое заболевание. Понятно. Никогда не противопоставляю. Я поняла. Так, вы просили свидетелей с вашей стороны, да? Пригласите, пожалуйста, в зал свидетели сца. Свидетели сца, войдите. Вот такая аура, прям чувство. Негативная аура, вот прям вот с той стороны идет. Вот прям это чувство сразу. Галина, надо духами пользоваться, чтобы не чувствовать. Ответчик. Простите. Представьтесь, пожалуйста. Ваша честь, я Горинская Галина Сергеевна, мать Бориса и бабушка Стасика. Вы знаете, я пыталась на нее подействовать ее же методами, бороться с ней. Сделала тоже травяной сбор защитный. И мы этим сбором поили Стасика. Не помогло. Понимаете, не помогает. Это такая сильная ведьма, что через стену воздействует... Свидетель, свидетель. Через стену воздействует, понимаете? И все наши желания, все наши труды сводит на нет. У нас потолки почернели даже в квартире. У нас потолки... Чушь собачья. Чушь собачья. Да на вас святой водой брызгать, вы зашипитесь. Зашипитесь. Ваша честь. Вы понимаете, я с ней по-хорошему пыталась поговорить. Оставь мою семью в покое. Тем более ребенка. Оставь. Нет. Злобой дышит, понимаете? И все вокруг отравляет. Все вокруг отравляет. Галина, голову включи. Включи голову. Ну просто полная жизнь. У меня голова всегда на плечах. Всегда на головах. А вот ты всегда прикинешься такая тихоня, овечка, овечка. А на самом деле, ну тро у тебя гнилое. Ваша честь. Я считаю, что вот иск моего сына удовлетворить вы обязаны. Обязаны. Потому что здесь напрямую воздействие негативное ее. Понимаете? Она месть. Месть, понимаете? Натуральная месть. Подождите, подождите, свидетель. Негативное воздействие или неправильная дозировка отвара? Так она нашептала, наговорила, натворила этот отвар. Наговорила, непонятно, что она там сделала. Какая-то, ну просто это, я не знаю, мистика оккультная. А почему-то же это случилось? Ваша честь, я вам даже пример приведу. Она увела от меня моего первого мужа. Боже мой. В гости ходила раньше редко. В гости ходила редко. А тут приходит, посмотрите, с коньячком, с коньячком приходит в гости к нам. А у меня как раз давление, таблетку выпил. Он думал, ладно, не буду пить. Муж мой выпил. Как вы думаете? На следующий день все, потянула его туда, к ней. И ушел. Ушел навсегда. Просто обыкновенный коньяк. Да никогда я в жизни не поверю. Точно-точно нашептала, наговорила и все. Приворожила мужа моего. Ушел. А сейчас теперь мстит вот за кота. Они же ведьмы всю жизнь. Кот, это же для них же все это. Вы понимаете? У каждой ведьмы свой кот. Был бы хороший кот, упал бы на четыре лапы. А это ведь кот такой же притруханный, как и она. С третьего этажа расы. С третьего этажа. С каких этапов, чтобы кот расы упал и прям пострадал? А вы думаете, почему она возмущается? Она же клиентуру свою потеряла. Потеряла свою клиентуру. Конечно. Как это? К денежкам. И вообще хотели сама подавать. Соседи говорят, что тут, поехали тут, в Египет. Поехали на Бали, поехали везде, поехали. А теперь все, денежек нет. На пенсию теперь будешь жить. Вот она и запереживалась. А почему денежек нет? А потому что это самая клиент, и от нее поняли, что это за человек. Что это значит? Даже соседи с ней не здороваться. Понимаете? Конечно. Очень некоторые только. Соседи поняли, что ты за натура такая. Мехом с ней разговаривают и передают ваши все эти наговоры. Мы просто уже были на одном ток-шоу, на котором мы обсуждали вот эту ситуацию. И там специалисты, конечно, признали, что действительно она тоже виновата. Ваша честь. Паранормальность, да. Но передача есть такая паранормальная явление. Что она отравит моего сына. Ваша честь. Тогда что вы здесь-то делаете? Как? Зачем? Ну там признали, а здесь тогда... Извините, а кто будет возмещать убытки? Вот та специалиста, которая признавала. Извини меня. 50 тысяч, вы знаете, это только уже, а сколько еще потратится на здоровье ребенка? Понимаете? Вы прекрасно знаете, что у нас какая медицина. Я слова знаю, да, там заключение специалиста, судебная экспертиза, медицинская судебная экспертиза, фонографическая судебная экспертиза, психолого-психиатрическая судебная экспертиза, психиатрическая, строительная, техническая, оценочная. Ну много видов экспертиз. Вот паранормальная экспертиза, как это сказать, видимо, литмическая экспертиза. таких не одна. Ну, это вот ей нужно психиатрическую еще экспертизу сделать, понимаете, ей нужно. Можно мне слово сказать? Нормальчик такой никогда не сделает. Вот я, во-первых, конечно, понимаю, Галя, что злоба твоя не кончилась после того, как Володя ко мне ушел. Мы с ним живем уже 40 лет. Ой, да живи ради Бога, Господи! А ты, между прочим, сразу нашла себе замену. Через две недели ушел к другой. Баба с возу Кабыли легче, как говорится. Ради Бога, живи на здоровье. Милые дамы, давайте о воспоминаниях о мужьях вы как-то... Ваша честь, простите. Вы без меня это выясните. Что ты удаляешься для принятия решений? Прошу всех встать! В следующей программе. Им удобно лежать на диване, ничего не делать, плевать в потолок. Мы лежим на диване. Но вы только собираетесь, устроиться на работу. Мама зарабатывает деньги. Дома бывает редко. Папа не работает, занимается детьми. Оба они любят сына и дочь. Но придется решить, какая забота важнее, потому что взрослые разводятся и делят детей. Вам ты в жизни когда-нибудь объяснял, что вообще человек не решен, не рожден в этом мире для удовольствия? Дочь умерла от передозировки. Старики думали, хоть внука удастся воспитать. Куда там? Внук уверенно движется по стопам своей покойной матери. Я пошел к матери. Сказал, что Эмилия беременна. Мама сказала, что дело житейское. Если бы Ромео и Джульетта стали жить вместе, у них начались бы проблемы. 15-летний Ромео признал себя отцом ребенка любимой девушки. Прошло два года, любовь прошла. А ребенок остался. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования ИСЦА, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив свидетеля со стороны ИСЦА и рассмотрев все представленные документы и доказательства, в иске о возмещении вреда здоровью считает необходимым отказать. Суд не удовлетворяет требование ИСЦА, взыскание с ответчицей расходов, понесенных им на медицинское обследование лечения сына, потому что вред причиненной здоровью лица возмещается лицом, виновным в причинении вреда. Виновными признаются действия, являющиеся административными правонарушениями или уголовными преступлениями. Ответчицы не признаны виновны в причинении вреда здоровью ребенка, а именно в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30. Частью второй пункта В статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть совершение покушения на убийство малолетней, в чем ее обвиняет истец, утверждая никакое, это не успокоительное она им давала, а смесь, чтобы ребенка извести. Также ответчицы не признаны виновны в совершении административного правонарушения, заключающиеся в нарушении правил содержания домашних животных. В данном случае утверждение ИСА, что проблемы со здоровьем у его малолетнего сына возникли в результаты действий ответчицы, основаны только исключительно на его предположениях. При таких обстоятельствах оснований у суда для удовлетворения заявленных исковых требований не имеется. Истец и ответчик, суд огласил свое решение, дело закрыто. Уже и на судью подействовал, да. Решение суда. В иске отказать. С решением суда категорически не согласен, но у меня есть еще некоторые доказательства, и будем обращаться в суд еще. Спасибо судье Дмитриевой, что не удовлетворила иск Горинскому, но вот мы с мужем уже думаем об обмене квартиры, потому что с такими людьми я уже поняла, что лучше не связываться. Взяла ребенка, встала на подоконник из четвертого этажа, она кричала, что она выбросится в окно, если ей не оставит ребенка. Вы знаете, что делает ваш ребенок после школы? Да, одну на другую наговорила, подрались они. Я не виновата, я всего лишь снимала. Кто его друзья? Представляете, ваша честь, он мне говорил, чтобы я его папой называл. Есть ли у него враги? Я подсыпала красивый яд, но я очень люблю своего отца и хочу его вернуть в нашу семью. Программа «Дела семейные. Битва за будущее» защищает ваших детей. Редактор субтитров А.Семкин